Ну и еще один проект, который мы готовы уже анонсировать, называется «Твое правительство», во время которого абсолютно все крымчане смогут выбрать себе новый состав Совета Министров, в том числе новых министров, это 17 человек, и о том, как это будет происходить, там более подробно расскажет Ирина Рула, директор среднего общеобразовательной школы номер 13 и депутат Госсовета Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Действительно ли можно набирать министров по объявлениям? Ну это не совсем по объявлениям. По конкурсу. Это конкурсный проект, да. То есть я думаю, что очень грамотное и правильное решение своевременно принял Сергей Валерьевич. Кадровый вопрос всегда был остро стоящим во все времена. Не зря, что кадры решают все, есть такая поговорка. Поэтому я думаю, что это очень своевременно, но и все новое, оно, конечно, будет притягивать большое внимание. И мнение крымчан будет очень важным в данном проекте. То есть они участвуют в голосовании. Ну такое я на своей практике, вот работая директором школы первый раз. Насколько я знаю, это уникальные проекты для России тоже. Да, но я тоже думаю, что такого я не слышала нигде. Вот был такой проект «Лидеры России», да, как бы немножечко другой, но тоже набирали молодых, перспективных. Вы знаете, это очень хорошая такая стартовая площадка для талантливых людей. Ведь не все могут пробиться, достучаться, вернее, до той приемной нужной, да. И очень много людей, способных, креативных, несущих в себе позитивные, хорошие идеи. Я думаю, что этот проект должен получиться. И от этого будет только плюс. Ирина Владимировна, я правильно вас понимаю, что принять участие, получается, может абсолютно каждый? Ну там будет определенный, то есть весь проект разбит на несколько этапов. То есть для того, чтобы принять участие, человек должен, конкурсант должен предоставить о себе информацию. Например, там я знаю, что это будет видеосюжет двухминутный, да, рассказ о себе. Что в этом сюжете может увидеть конкурсная комиссия, да, это, конечно, креативность человека, его культура поведения, его возможность говорить. Ну и глубина знаний, конечно же, да. Глубина знаний. А вторая часть – это нужно написать эссе. Вот здесь как раз-таки и будет профессионализм раскрыт, потому что эссе – это очень краткое сочинение, да, и очень в нескольких строках нужно описать, какие инновации ты готов принести, как ты видишь развитие того или иного министерства, на которое ты претендуешь. И вот эти два материала конкурсных будет как раз-таки оценивать наблюдательный совет, членом которого я являюсь. То есть мы должны будем профессионально оценить данные, вот документы, предоставленные нам. Следующий этап, то есть, да, то есть будет определенное количество баллов, секреты раскрывать не буду, я сегодня слышу, что вы не раскрываете секреты. Поэтому о баллах мы пока не говорим, но будет выставляться определенная шкала баллов. И вот задача нашего совета – это объективность и беспристрастность, только профессиональное качество человека. Хорошо, а вот какое тогда здесь участие крымчан? Вот, это… Когда они присоединяются? Мы переходим на следующий. То есть те люди, которые наберут наибольший процент по каждому министерству, претендующие, да, на то или иное министерство, они выходят в следующий этап. И в следующий этап выходит по 4 человека, претендующих на определенное, еще раз повторюсь, министерство. И вот тогда уже включаются наши жители, потому что начинаются теледебаты. Я так понимаю, что проходить они будут на вашей телекомпании. Да, на наших телеканалах. И вот здесь, в этой ситуации, уже те или иное количество голосов наши конкурсанты получат именно от крымчан. То есть люди будут оценивать, ну, опять, возможность человека держаться, возможно, аргументированно, да, отвечать оппоненту. Но опять культура, красота, умение не сдаваться. То есть здесь будет последнее слово за крымчанами, здесь не будет такой ситуации? Нет, последнее слово все-таки остается двое. А вот если разделится мнение, как тогда? От опять мнения мы будем набирать баллы с вами, опять, большинством голосов. Из этих четырех, принимающих участие в дебатах, остаются двое. И вот эти двое уже идут на собеседование к главе республики Крым. И уже окончательное решение будет принимать он из этой вот пары самых достойных, которые, в общем-то, выбрали крымчане. Я считаю, что очень правильные вот этапы. То есть и наблюдательный совет там, где мнение профессионалов опытных, да, и мнение крымчан. Ну и, конечно, последнее мнение должно быть за главой республики, потому что ему работать с этими людьми, ставить задачи и контролировать их выполнение. Но мне кажется, еще самое главное, никто после такого не скажет, что кто-то пришел знакомый или кто-то, кто не разбирается в специфике. Нет, это будут люди уже профессионалы. Ну, сложно будет нам с вами, да, вот если человек будет выступать на дебатах, да, вот там сказать, что этот лучше, этот хуже. Если действительно голоса человек будет набирать больше, очень сложно будет как-то так, ну, повлиять на этот процесс, да, механическим или каким-то другим способом. Я думаю, что это будет очень правильно, ну, и, мне кажется, очень даже своевременно для Крыма. Скажите, какие требования к кандидатам? Ну, всего лишь требования, всего лишь три для того, чтобы стать участником, да, этого проекта. Это гражданин Российской Федерации, это высшее образование, это стаж работы на управляющей должности. То есть опыт даже не стаж работы, стаж не оговорится, а именно опыт работы управленца. То есть хотя бы уровень там, ну, не будем называть уровней, да, ну, то есть иметь управленческие навыки. Ирина Владимировна, когда начинается первый этап? Когда начинается конкурс? Или он уже стартовал? Ну, решение уже принято 9 октября, вот, было принято распоряжение главой республики, подписано. Но график пока не могу тоже раскрывать все тайны. Я думаю, что скоро мы об этом с вами узнаем. Ну, ближайшее, я думаю, время. Время подходит к концу. Я прошу вас еще раз обратиться к крымчанам, пригласить их поучаствовать в конкурсе. Ну, дорогие крымчане, я считаю, что у нас с вами появился прекрасный шанс выбрать профессионалов, людей, не только имеющих опыт работы, но и горящих душой, и самое главное, болеющих за Крым. Спасибо большое. Ну, мы тоже присоединимся обязательно. Присоединяемся, безусловно. Я напомню, у нас сегодня в гостях Ирина Рула, директора среднеобщеобразовательной школы номер 13, депутат Государственного совета Республики Крым. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. И мы будем, конечно, тоже следить за развитием событий. Ну, мы двигаемся дальше. Сюжет, который посвящен тому, что Крым возрождается. Восстанавливается то, что давно было необходимо восстановить. Давайте посмотрим его. Продолжение следует... Продолжение следует...